косметики огромное количество вы уже это видите и наверное вам будет интересно знать мнение моё каждом из присутствующих продуктов вполне возможно мне придется разделить видео на несколько частей но так или иначе для тех кто впервые на моем канале я хочу сказать что я профессиональный визажист стилист я фотографирую и мне для работы с моделями нужны разные текстуры я даже не свадебный визажист и даже не какой-то там вот визажист провинциальный который работает с клиентами я работаю с моделями я снимаю их для работы за рубежом поэтому мне нужны разные продукты я не сосредоточена на каких-то определенных брендах я стараюсь пробовать все и масс-маркет и профессиональную косметику и люкс и полу люкс и эконом то есть для меня не существует никаких границ мне не важно сколько стоит средство и кто его произвел если она работает если она в принципе безопасно все я проверяю сначала на своих волшебных руках вот они кстати если интересно насчет моего маникюрчика вот он вот да вот я недавно освоила иголочную технику я же говорила что визажисты очень важно какие руки будут в кадре и вообще не в кадре просто по жизни вы же работаете с людьми очень важно какими руками вы прикасаетесь к их лицу потом маникюр это альфа и омега и тут вообще это не обсуждается у вас должен быть самый сногсшибательный маникюр если вы визажист батарейка приказывает долго жить но я думаю что мы с вами справимся и так нуба обожаю 2 273 вот такой сводч очень классная пахнет смолой если вы еще раздумываете покупать помаду из этих линеек или нет однозначно берите девочки если у вас есть такая финансовая возможность вообще даже не раздумывайте помада однозначно хорошая если у вас нет аллергии на какие-то там восковые моменты там восковые медовые и прочее значит очень обожаю вот эту помаду коралловый риф слик 772 очень классная неоновая люблю обожаю остается вот такая штучка обязательно должна быть косметички это сос восстановления от невея не первый раз беру помогает работает лечит все в порядке так джаз такая миниатюрочка хотя это полноразмер 08 самая красная помада я сбилась с ног в поисках нубы мили бачи аналогов я могла бы это назвать аналогом русским аналогом нубы мили бачи малепусечная совершенно крошечная упаковочка такая но вы знаете если мы снимаем модель в свадебном платье если мы накрасили губы вот такой помадой нужно вообще не переживать как только она просохнет модель может спокойно переодеваться помада не размазывается она засыхает я потом продемонстрирую вам эти возможности она как акварельная краска правда обожаю обожаю для работы с ней можно быть уверенной что с губами модель ничего не случится и вот такой у них есть липтар был во всяком случае называется липтар да вот я их использую в паре липтар 408 а вот эта помадка 8 то есть если губы выглядят очень пересушенными модели то тогда они работают вместе это однозначно мастхэв ни на что не променяю во первых прекрасная цена во вторых качество отлично поехали дальше значит smart гео вот она такая уже закосанная облезшие и завозюканная я брала ее по цене совсем совсем небольшой это как раз помада блеск такое вот нежное покрытие это мастхэв косметички боже мой почему такая невоспитанная собака лает на улице smart гео взяла с подачи девочки из белоруссии хана мейкбай с которым мы вместе сделали совместное видео анечка если ты смотришь большой тебе привет и большое спасибо за чудесную наводку отличная косметика отличная помада пока попробовал только эту помаду и она мне нравится нуба милибачи раритетная еще до крыгиной я и пользовалась вот если я не оставила вот эту вот нубу милибачи все бы думали что мир пользуется нубой милибачи и только потому что елена крыгина сказала я пользовалась нубой милибачи еще до елены крыгиной приобретение 2009 года в общем помадка чувствует себя хорошо поскольку я пользуюсь ей раз в пятилетку и она хранится у меня в очень 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 хороших условиях она также пахнет смолой и также не портится посчитайте сколько ей лет то есть я могу ее достать буквально несколько раз в год несколько раз воспользоваться и она жива здорово по сей день правда отлетел наверное оттенок жидкоустойчивая помада для губ вот так нуба милибачи выглядела изначально вот еще до того момента когда ее начали пиарить блогеры и кстати так который пиарит блогеры она более такая попсовая и не такая стойка как это это в первой версии она просто бронебойная нанесли и поехали на день в соседний город в большой город и так я хочу закончить мысль относительно нубы милибачи общем пользовалась я ей задолго до или накрыгиной и та нуба милибачи которая сейчас идет в таких толстеньких коротеньких прозрачных упаковках она по качеству хуже чем вот это пока у меня тут перезаряжалась батарейка раритет винтаж не утративший свои качества не испортившийся не завонявшись 2009 девочки года это говорит о многом я не знаю что в составе то ли клей вместе со смолой пигментами что в принципе там нечему портится нечему бродить я не знаю из чего это состоит но продукт не портится не расслаивается ничего с ним не происходит все хорошо когда он испортится им обязательно об этом сообщу остается ну и конечно поскольку нубы милибачи перестали завозить я пришла в магазин и говорю в общем так девочки как видите нетронутый тестер все тестеры кстати нетронутые были потому что ей особо никто не интересовался даст таким ценником это я уже пользовалась сама и я сделаю свочи но сначала я хочу показать сначала я хочу показать вам как себя ведут вот джаз и как себя ведет нубы милибачи и так вот джаз я тут ее очень жирненько нанесла ну как видите видите ничего не происходит и то же самое с нубами милибачи нанесли нужно дать просохнуть какое-то время и вот в общем нубы милибачи я считаю отличным вложением даже если качество близко к тому которая была раньше немножечко отпечатывается нуба вот это совсем чуть чуть незначительно но она тоже очень стойкая поэтому как бы если вам нужны стойкие помады если вам нужно чтобы губы держали контур это вот 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 и вот это просто такой вазелинчик вкусный такой относительно smart вкусный приятный такой уходовый блеск помада сейчас я сделаю свочи на тестеры и я хочу сказать что тестеры не стойкие они как раз рассчитаны на то чтобы быть тестерами вот такой оттенок золотом такое самоварная 120 остается значит вот такой вот еще оттеночек такой это у нас 404 они уже сырну как бы совершенно не стойкие по сравнению с теми нубами о которых мы сегодня говорили вот еще одно золото такое более холодное просыхать не будем давать я вам сразу говорю что они не очень стойкие поэтому если где-нибудь нарветесь на тестеры ну просто советую иметь чтобы было что-то